Как построить свою линейку продуктов в узкой нише? Очень важное замечание в узкой нише. Как построить свою прибыльную линейку продуктов в новой нише? Первое. Это бесплатный продукт. Что это значит? То есть вы можете сделать какой-то, не знаю, там бесплатный, там двадцать два совета для тех, кто решил начать свою жизнь заново. Или там восемнадцать советов чего, там восемнадцать причин не делать этого никогда. То есть некий такой чек-лист, мастер-класс бесплатно, но условно бесплатно. То есть вы просто берете за e-mail адрес, за что-то еще, либо за подписку, да? Либо просто делаете видеоролик с полезным контентом без рекламы. Это бесплатный продукт. Это первое. Второе. Дешевый продукт. То есть маленькая проблема вашей целевой аудитории. То есть берете маленький, допустим, чек-лист, либо маленький совет, либо маленький там pdf-файлик, маленький там вебинар и продаете там за пятьсот рублей или за триста рублей. Но важно, вы должны давать одну проблему вашей целевой аудитории. Маленькая проблема. Например, у нас есть курс, который называется «Как назвать ваш ютуб-канал». Так и называется, «Как назвать ютуб-канал». Маленький курс – это маленькая проблема нашей целевой аудитории, да? И маленькая цена там две тысячи рублей. Все. То есть мы собрали там советы, рекомендации, гайды, подсказки. Все есть. Это дешевый продукт. Дальше. Основной флагмарский продукт. Что это значит? То есть хорошо, когда у вас есть несколько для разных целевых аудиторий, да? То есть вы можете вести коуч-программы. Большие, да? Основные там на два месяца, годовая там. Результатом за ручку там доведу там в этом формате. То есть это такой большой дорогой продукт. Это вот этот зелененький у нас там, да? Четвертый – это продукты и сателлиты. Продукты, которые насмежные темы, которые ведут к какому-то флагмарскому продукту. Например, у меня есть курс, который так и называется «Эффективная реклама салона красоты» или «Зачем видео для салона красоты» или вот и это не мой флагмарский продукт, но это ведет к нам на канал «Видео для бизнеса». Это ведет к нам, потому что у нас есть кейс запаковки, продвижения и получения результата для салона красоты в центре Москвы. Ну, дорогой центральный салон. Понятно, да? Ну и пятый продукт – это такая большая глобальная годовая программа. Это нить, это такой уникальный, то есть мы… Первый у нас бесплатный продукт, а последний уникальный, то есть очень дорогой. То есть у вас должен быть такой золотой унитаз. Что значит золотой унитаз? Ну, по приемам маркетинга понятно, что если у вас есть там, допустим, условно программа за тысячу рублей, программа за пять тысяч рублей, то программа за пять тысяч рублей кажется дорогой, да? И люди часто покупают вот эту за тысячу. Но если вы ставите золотой унитаз и у вас эта программа двести тысяч рублей, то уже здесь эта программа за пять тысяч рублей не кажется такой дорогой. И люди часто покупают ее, потому что это в сравнении с этой кажется вообще ничем. Понятно. Но здесь очень часто, может быть так, как это случилось у меня, когда у меня было пятьдесят тысяч рублей золотой унитаз в нише, пришло четыре человека. А я понимаю, что могу тянуть троих. Потому что два из них Америка, это другой часовой пояс. И было тяжело. Поэтому здесь важно понимать, что, чтобы построить прибыльную линейку продуктов необходимо, да? То есть первое, это вы делаете бесплатный какой-то продукт. Второе, дешевый продукт на маленькую целевую аудиторию, проблему. Основной ваш флагманский продукт, то есть который вы, вот, а лучше чтобы их было вообще пять. Но мы их прорабатываем дальше, да? И продукты на смежной тематике, сателлиты, которые ведут либо сюда, либо сюда, да? Ну и естественно годовая программа. Ваша годовая кость-программа и там полугодовая. До ведения, до результата. Пара-бара-бам. Надоело смотреть чужие истории успеха? Создайте свою!